МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Промышленное производство в Ненинском округе в первом полугодии выросло более чем на 4%. Лидерами роста стали мясо и субпродукты домашней птицы. 19 кандидатов в депутаты собрания депутатов округа получили удостоверение. 7 из них уже зарегистрировались. А в Харути отменили досрочные выборы главы. Почему, узнаете в нашем выпуске. Промышленное производство в Ненинском округе в первом полугодии выросло на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по стране рост оказался на уровне 1,5%, сообщает Росстат. По России в целом динамика оказалась значительно более скромной – 0,4%. Рост индекса промышленного производства в регионе обеспечен в первую очередь увеличением на 4% добычи нефти, включая газовый конденсат. За полугодие в автономном округе добыто более 6,5 миллионов тонн углеводородов. В январе-июне тепловой энергии в округе произведено на 9% больше, электроэнергии на 7,5%. Лидерами роста производства стали мясо и субпродукты домашней птицы. Снижение отмечено в производстве мяса и субпродуктов убойных животных, охлажденных мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, рыбы и продуктов ее обработки, сливочного масла. В избирательной комиссии округа состоялось вручение удостоверений кандидатов в депутаты собрания депутатов округа. Наряду со всеми удостоверения получил Сергей Коткин, выдвинутый партией «Единая Россия». Желаем вам честной борьбы и достойных конкурентов. Борьба была. Для участия в выборах в собрании депутатов округа подали заявки 19 кандидатов. 7 из них уже зарегистрировались. Остальным кандидатам срок до 5 августа необходимо сдать подписные листы и пакет документов. По данным избиркома, из 19 баллотирующихся 6 являются самовыдвиженцами. 13 человек, выдвинутые политическими партиями. Четырех кандидатов выдвинули партия «Единая Россия» КПРФ, двух кандидатов партия «Родина» и по одному кандидату выдвинули политические партии «Справедливая Россия», ЛДПР и «Гражданская сила». А в Хаседохарском сельсовете выборов главы не будет. Наринмарский городской суд отменил досрочные выборы, назначенные на 14 сентября. Истцом выступила экс-глава муниципалитета Елена Тевко. Она была удалена в отставку 2 апреля Советом депутатов по представлению окружной прокуратуры. Представители ИСЦ заявили, что в соответствии с постановлением Конституционного суда досрочные выборы не могут быть назначены до тех пор, пока не завершены судебные процедуры, связанные с удалением в отставку прежнего главы. Суд поддержал эту позицию. В середине июня суд оставил без удовлетворения иск Елена Тевко, настаивавшей, что ее удаление в отставку было незаконным. Однако экс-глава муниципалитета в настоящее время оспаривает его решение в суде Нинецкого автономного округа. Борцы с незаконными игорными заведениями, нелегальные продажи алкоголя и курительных смесей. Совместно с ОМВД России по Нинецкому округу участники федерального проекта «Агенты» за полгода провели уже более 20 рейдов. С результатами деятельности поделился руководитель проекта. Было сотрудниками изъято около 500 литров алкогольной продукции незаконной, около 70 единиц техники из игровых клубов, которые использовались для незаконной игровой деятельности. Также сумма в порядке 214 тысяч примерно тоже из игровых клубов, которые там находились в кассе на тот момент. Цель «Агентов на будущее» – повлиять на принятие закона о запрете на продажу алкогольных энергетиков в нашем округе. Для этого участники проекта собрали уже более 300 подписей среди молодежи. А в Нижней Пёше отремонтируют участковую больницу. Администрация сельского совета объявила о проведении электронных аукционов на выполнение работ. Больница является важным социальным объектом в селе. Построена она еще в 1928 году. Здание сейчас достаточно крепкое, так как построено на совесть. Зимой в нем очень тепло, однако там требуется ремонт стен и здание котельной. Услугами участковой больницы пользуются не только жители Нижней и Верхней Пёши, но и белушья в локовой Воланге. Очень важно, чтобы пациентам было комфортно, поэтому ремонт здания необходим. Тем более, что в основном сюда приходят люди преклонного возраста. В 2004 году к зданию участковой больницы была сделана пристройка, в которой находится физиокабинет, аптека и аптечный склад. Согласно конкурсной документации, стартовая цена контракта по двум объектам составляет 1 миллион 900 тысяч рублей. Работу планируется выполнить до 31 октября этого года. Итоги аукционов будут подведены 28 июля. Видеоролик в сети интернет послужил причиной для внеплановой проверки деятельности управляющей компанией Коми-сервис. На кадрах житель дома номер 7 по улице Пырерки запечатлел то, как коммунальщики недобросовестно обслуживают свое же строение. Например, не убирают подъезды и двор месяцами, но деньги за квартплату собственников берут огромные. Подтвердила ли эти факты специальная проверка жилищной инспекции, знает Олег Атанзейский. Буду снимать, как у нас Коми-сервис, попавшая в первое место, занявшая первое место, обслуживает. Пырерка 7, подъезд. Вот так вот у нас все это обслуживается. Сейчас покажу. Но кто нас обслуживает, и за последний месяц в бурщицу здесь никто не видел. Лампочки не горят. Мусор всякий. Хлам. Вот преддомовая территория. Вот она преддомовая территория. Автор видео своих эмоций явно не сдерживает. Он уверен, управляющей компанией вовсе не дело до своего же строения. Подъезды грязные, большинство лампочек не горит, а на улице настоящая свалка. Этот дом был сдан примерно год назад. Правда, людей заселяли в него постепенно. Сначала в первый и второй подъезд, а затем через несколько месяцев во все остальные. Именно поэтому без воли и желания жильцов в свои руки дом взял Коми-сервис. У нас с застройщиком данного дома был ВМ-инвест, ОВМ-инвест, и оно заключило договор на управление с Коми-сервисом. То есть в данном отношении, как бы сказать, действительно, сами собственники не выбирали данную компанию пока, но был заключен вот такой вот договор, то есть между застройщиком и данной управляющей организацией. Когда этот видеоролик попал в интернет, им заинтересовалась жилищная инспекция. Они опубликовали его на строительном портале, затем организовали внеплановую проверку данного дома с участием представителя управляющей компании. Вот комиссия направляется в первый подъезд. С первого взгляда все даже очень неплохо. Лампочки горят практически везде, лифт работает. Впрочем, выдают полы. Уборка-то, кстати, вот там какие-то махары грязные. Я вижу, что полы-то что-то не очень чистые, скажем так. Убираются, но очень-очень так и сервисов. А на дверях не установлены доводчики. По жилищному кодексу они должны быть обязательно. Чуть выше этажом инспектор замечает, что практически все электросчетовые не закрыты на замок. А это тоже нарушение. Должны приборы учета, места приборов учета должны быть закрыты. Представитель управляющей компании заверил, уборка полов и подоконников в подъездах проходит регулярно. Три раза в неделю. Однако верится с трудом. В углах куча песка, на подоконниках пыль и грязь. Но больше всего в этом доме удивляет то, как он вообще построен. Этот подъезд поражает на количество строительных ляпов. Вот, к примеру, табло лифта, оно здесь установлено низ головой. Прекрасно видно. Мы нажимаем кнопочку, стрелочка должна показывать вверх. Она идет вниз, куда-то в подвал, хотя его здесь нету. Поднимаемся дальше. А это яркий пример того, что подоконники здесь убирают крайне редко. На нем комары, пыль, грязь и так далее. Когда его убирали здесь, неизвестно. Третий этаж уникален своей лестницей. Здесь все дело в том, что ступеньки имеют различную высоту. Первая выше, вторая ниже, третья еще выше. Вот сейчас мы вам покажем это. Нарушают правила и сами жильцы. Они портят общее имущество. На пластиковых окнах, что в подъездах, устанавливают спутниковые тарелки. А идущие от них кабеля закрепляют прямо на стене. Инспектор все это фиксирует на фотоаппарат, затем делает первые выводы проверки. Ну, не сказать, что управляющая организация ничего не делает. Конечно, придомовая территория в убранном состоянии в данный момент. Находится момент введения проверки. В подъездах видно, что убираются, но, может быть, не так качественно. В свою очередь, представитель комиссервис сказал, что свои обязанности они выполняют. Причем добросовестно. А за обслуживание дома коммунальщики берут меньше, чем это было заявлено мужчиной в видеоролике. Вот так вот мы живем за 55 рублей квадратный метр. На самом деле тариф на содержание равняется не 55 рублей, а тариф 48 рублей 94 копейки. Впрочем, действительно оказалось, что изначально в первые месяцы люди платили 55 рублей за метр. Затем тариф урегулировали, и он стал меньше, почти на 7 рублей. Однако сумма задолженностей жильцов перед комиссервис уменьшаться все равно не стала. Платежеспособность дома очень низкая. За примерно полгода, чуть меньше, долги по данному дому накопились более 7 миллионов рублей. Это много? Это очень много, с учетом того, что в среднее допустимое отклонение, которое у нас есть по другим домам, в управлении находится где-то полтора миллиона. Кстати, в рейтинге управляющих компаний организация Комиссервис получила самый высокий балл среди других коммунальных компаний Ненецкого округа. Сейчас их репутация однозначно попортится. Жилищная инспекция после проверки составит акт, куда внесется замеченные нарушения. За них Комиссервис понесет административное наказание. А жителям теперь только остается сделать выводы и решить, хотят ли они, чтобы их домом и дальше управляла эта компания. Олег Хатанзийский, Александр Дуркин, Телеканал Север. Мы вновь прервемся на короткую рекламную паузу, и вот что вы увидите далее. Море и солнце для детей Ненецкого округа. 105 детей отдыхают в Крыму по путевкам, предоставленным Управлением труда и соцзащиты населения Ненецкого округа. Как отдыхают ребята, увидите совсем скоро. Мы продолжаем выпуск. Каникулы в Крыму. Ребята из населенных пунктов округа впервые отправились на отдых в Солнечную Евпаторию. Путевки детям предоставлены Управлением труда и соцзащиты населения Ненецкого округа. Съемочная группа нашего телеканала вместе с ребятами отправилась к месту отдыха. Крым, Евпатория. Теплое море, горячий песок и яркое палящее солнце. 105 наринмарских ребятишек отправились сюда, в один из лучших курортов Черноморского побережья, чтобы просто хорошо провести время и набраться сил перед зимой. 31 градус по Цельсию. Солнцем и жарой встретил ненецких ребят полуостров Крым. В Солнечную Евпаторию маленькие курортники добирались на самолете. 4,5 часа и вот оно, Черное море. В лагерь «Дружба» дети прибыли на комфортабельных автобусах. Дети, синие автобусы, подходим сюда, выстраиваемся, по два человека строимся. Вещи забрали, вот так строимся в одну колонну. По приезду ребят поделили на кварталы. Так в детском оздоровительном центре называются отряды. В каждом квартале по 25 жителей, а управляет этими мини-городами мэр Вожатый. Кстати, на его должность очень жесткий отбор. Все воспитатели – педагоги со стажем от 5 лет. Они и организовывают досуг детей. В первый день юные туристы успели побывать в дельфинарии и на морской обзорной экскурсии. Довольны остались все без исключения. Да, нравится. То, что катаемся, то, что ветер, что не душно, не жарко. Вообще красиво очень рассказывают. И воздух хороший. Хотим купаться. Ну, сначала мне показалось, что здесь будет плохо, а потом стало как-то веселее и стало лучше. Настроение начало подниматься. Ну, мне все нравится, как бы проживание, комната все хорошо, кормят тоже хорошо. Лагерь хороший, Вожатый тоже добрый. Ну, а что ожидаешь от вот этих 20 дней? Ну, каких-то новых, не знаю, ощущений таких, впечатлений хороших. Также в программе смены творческие мастер-классы, просмотр кинофильмов, концерты, зажигательные танцы на дискотеке и, конечно же, купание в море. Для маленьких северян это самое важное. Ну, и сейчас самый долгожданный, пожалуй, момент. Ребята впервые купаются в море. Все очень рады. И сейчас мы спросим, каково это. Ребятки. Иди сюда. Как водичка? Как тебе? Голодая. Голодая? Да. А так, очень хотела купаться. Ну, да. Ну, как водичка? Хорошая. Хорошая? Зона для купания и безопасная. Пляж расположен на мелководье. К началу курортного сезона было проведено обследование акватории. Безопасность на воде обеспечивается опытными спасателями, впрочем, как и безопасность на территории всего лагеря. В лагерях храняется отделом неведомственной охраны. Детей организованно выпускают за территорию и впускают обратно только с вожатыми по пропускам. Задача нашего центра, наших сотрудников, по максимуму хорошо оздороветь наших детей, чтобы была полная безопасность их отдыха, чтобы они набрались силы, их здоровье покрепчало у нас в санатории. Способствует оздоровлению и пятиразовое обогащенное витаминами питание. В ежедневном рационе свежие фрукты и овощи. Ну, а проживают ребята в трехэтажном корпусе по три человека в комнате. К тому же за северными путешественниками постоянно наблюдают медперсонал. Мягкий климат, богатая растительность и чистый морской воздух несомненно благотворно влияют на здоровье детей. Впрочем, лагерь «Дружба» не единственное место, где смогут отдохнуть ребята из Ненинского округа. Уже на будущий год они смогут отправиться в другие лагеря Крымского полуострова. Ну, а пока они будут набираться сил, энергии, купаться, загорать и получать позитивные эмоции. Впереди у них целая смена. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, телеканал «Север» и в Патторе, Крым. Исполнить гимн Ненинского округа или сделать его аранжировку предлагают сотрудники Радио Наринмар-ФМ. К 85-летию региона они проводят акцию «Поем вместе» гимн НАУ. Гимн – один из самых главных символов региона. Слова гимна Ненинского округа написала Инга Артеева, а музыку – Татьяна Артемьева. По словам организаторов акции, основная идея – исполнение гимна местными творческими коллективами. Участие в акции уже приняли исполнители культурно-делового центра «Арктика», ансамбль «Родные напевы», студия «Иллипс», дом культуры «Села Красное», детский сад поселка Хрута. Аранжировку гимна сделал композитор Николай Епифановский. Текст гимна был талантливо переведен и на ненецкий язык. Его исполнила Валентина Тайбарей. Каждый желающий может также прислать запись вокала или аранжировку окружного гимна на электронную почту инфособака.трк.север.ру. Наша акция еще будет продолжаться до конца сентября. На данный момент у нас более семи записей. Одна из них на ненецком языке, которую исполнила Валентина Ивановна Тайбарей. Гимн объединяет людей. Всем спасибо большое, кто принимает участие. Будем ждать работы. Почтительное отношение к государственным символам не просто вопрос культуры или воспитания. Это принципиальное требование уважения к стране, вопрос защиты чести и достоинства как внутри государства, так и за его пределами. Гимн должен знать каждый с детства, говорит Алексей Шигарин, заведующий музыкальной частью Культурно-делового центра Арктика. Это важный элемент патриотического воспитания человека. Какое бы важное мероприятие ни проходило, гимн звучит всегда. Гимн исполнять сложно, но если его исполнять, скажем так, в концертном, настоящем, профессиональном варианте, но гимн можно исполнять и детям. Гимн можно исполнять и бабушкам, и дедушкам, и мамам, и папам. Самое главное, чтобы это звучало с душой и с пониманием того, что они хотят передать. Сотрудники радио «Наринмар-ФМ» отмечают, что жители всё больше стали интересоваться гимном своего региона. Знают его далеко не все, но некоторые согласились пропеть несколько строк. Наш округ заполярный, родной любимый край, тебе поём мы славу, живи и процветай. Поём тебя, Ненецкий округ, великой России опора, да здравствует север любимый, бескрайние трунды просторы. Все исполнители гимна получат памятные подарки. Более подробную информацию можно получить по телефону 2-102-5. На сайте нашей телерадиокомпании www.trksever.ru размещены текст, партитура и оригинал гимна Ненецкого автономного округа.